Отдых по системе все включено, как панацея от серых будней. Теперь в Самарскую область едут за вдохновением. На выходных в селе Ширяево соберутся художники-любители и художники-профессионалы со всей России. На холстах замрут волжские пейзажи и хребты Жигулевских гор. Курировать живописцев будут опытные дизайнеры, монументалисты и художники. После чемпионата мира Самара стала открываться еще более активно. Мы впервые почувствовали, как это интересно принимать гостей. Людей, в чем-то не похожих на нас. И рассказывать им о том, в каком замечательном регионе и в каком прекрасном городе мы живем. Для гостей, которые поедут на Пленэр, подготовили насыщенную культурную программу. Они смогут насладиться поездкой в комфортабельных вагонах, познакомиться с историей города на экскурсиях, провести ночь в отеле, совершить прогулку на теплоходе по Волге до Ширяева и посетить самые знаковые места живописного села. География туристов первого рейса весьма богатая. Художники из Москвы, Уфы, Ярославля, Оренбурга, Орска, Пенза и Брянска уже забронировали путевки. С точки зрения целей проекта мы их структурировали на цели государственные, цели субъекта и цели нашего холдинга как инициатора проекта. И они все, безусловно, находятся в зоне развития внутреннего туризма. Стоит отметить, что художники со всех уголков России собираются в Ширяево каждое лето. Они создают свои картины прямо на берегах Волги. Один из них – Андрей Баранов. Мастер живет в палатке в условиях дикой природы. За вдохновением далеко ходить не приходится. Театр будет здесь на водном мотоцикле. Ну, в общем, такой летний нарядный день, чтобы человек мог прийти зимой, длинными зимними вечерами, смотреть на это дело и как бы возвращаться в позитив. Напомним, поезд на Плен-Эр стал продолжением проектов «Театр лучше поездом». Туры выходного дня приобрели популярность еще весной 2019 года. Гости из Пензы первыми оценили туристический потенциал Самарской области и окунулись в культурную жизнь города с головой. Они успели заглянуть за кулисы, а также посетить самые интересные экскурсии, которые подготовили организаторы. Анатолий Головко, Николай Епифанов, События.